Олег Айрама Млюк задает вам следующий вопрос. Психологи советуют следить за жестами и мимикой говорящего, чтобы понять, говорит тот правду или лжет. Вопрос будет не про это. Хорошо, потому что в этом я ничего не понимаю. А какие маркеры могут указать избирателю, который не ищет эмоционального единства с политической силой, на то, что она лишь спекулирует на проблеме, а не собирается ее решать? Как понять, обманывают вас партии или кандидат, или нет? На что ориентируются? Вы знаете, во-первых, не надо пытаться влезть никому в голову и подумать, искренне на этот человек или нет. Вам не жениться на нем и замуж не выходить. Поэтому не углубляйтесь, вы только сломаете свою собственную голову. На что надо обращать внимание? Смотрите, у всех людей есть политическая биография. Занимался ли этот человек или эта партия этой темой до выборов, или внезапно вдруг ей пришло в голову, что надо сейчас на этом поспекулировать? Что они до этого делали или пытались делать? Есть ли какая-то поддерживаемая ими реально работающая, например, общественная организация, которая занимается этой проблемой? Ну, там, не знаю, какие бывают проблемы, за которые любят цепляться кандидаты. Ну, какое-нибудь там насилие в семье, для примера, что угодно. Опять же, до этого они что-нибудь там делали, вносили какие-нибудь законопроекты, опять же, поддерживали какой-нибудь НКО, поддерживали какой-нибудь там приют для жертв домашнего насилия. Или сейчас вот опа, пробили часы избирательной компании, и говорят, ой, слушайте, давайте сейчас с насилием будем бороться. Насилить нехорошо, давайте будем ненасильственными. Это, скорее всего, признак того, что люди просто хотят, как-то называется, на хайпе прокатиться. Что касается более тонких признаков, то меня всегда вызывало глубокое подозрение люди, которые начинают фразу со слов «я вам честно скажу». Вот в этот момент мне начинает точно казаться, что человек врет. Ну еще Трамп любит, поверьте мне, я знаю. О, вот это вот, да, trust me I'm a doctor, да, верьте мне, я доктор. Вот это вот сразу ужасно. Инстинктивное доверие у меня лично вызывают люди, которые говорят, если я не ошибаюсь, если память меня не подводит, что-нибудь там такое. Может быть, я не прав, но я скажу, что. Это как-то вот, чтобы не соврать. Это как-то лучше. А вот когда человек говорит, ну давайте честно, или сейчас я вам скажу всю правду. Как все знают. Да. Очевидно, что. Это да, это классическая демогуя. Но вот именно, так сказать, случаи персонального вранья, они обычно начинаются вот с этих клятв быть ужасно честными и откровенными. Значит, по предыдущей деятельности, институт репутации. По предыдущей деятельности, институт репутации, Google сохраняющий все. Зайдите на сайт Компромат.ру. Там вам много чего расскажут и узнают. Просто имейте в виду, что у человека, который или у организации, тем более у партии, которая находится в публичном пространстве, есть довольно много способов проявить себя в реальной деятельности. Еще раз повторю, третий сектор функционирует, общественные организации работают, под каждую проблему есть общественная организация. Если вы знаете таковую, доверяете ей, спросите, вам был толк вот этих вот граждан, они вам чем-то там помощь предлагали, вы сотрудничаете с ними, например, они вам там, не знаю, хоть пропускав думу, выписывали, когда обсуждается ваш вопрос. Ну, что-нибудь такое в этом роде. Это тоже признак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!